Добрый день, меня зовут Надя, это мой канал о вышивке. Сегодня я вам расскажу о двух моих проектах. Один из них очень популярный, это елочка Crystal 3 от Сандры Парадайз, а также еще одна работа, которая также от Сандры Парадайз. Сейчас я вам о ней расскажу попозже, пусть пока что останется небольшой интригой. Итак, материалы куплены на оба проекта сразу, потому что они почти одни и те же используются. Вот, конечно, елочку эту я уже отшивала, отшивала ее не на равномерке, а отшивала ее на конве на Аиде, и, конечно, она очень красивая получилась. Все трейжерсы были уже пришиты, но у меня не было ниточки, там не было много чего. С ней вообще была очень интересная история, то, что я еще тогда не была заядлой вышивальщицей, как бы тонкости всей работы не знала. Вот, и нашла просто дизайн на просторах интернета, как-то так начала подбирать ниточки, выбрала канву с люрексом, конечно, это все очень было красиво, только потом крейника я не нашла в то время, даже не знала, не имела представления, где его заказывать. Вот, и потом я узнала, что такое трейжерсы, потому что по ключу, естественно, в обычных магазинчиках маленьких их не было. Стала, конечно, покупать эти трейжерсы, потом узнала, что на самом деле эта схема вообще из журнала платная, то есть либо ее можно на сайте найти. Вот, и, естественно, мне уже стало жалко, что я покупаю трейжерсы не на ту елку, что у меня там подбором были вышиты ниточками DMC, металлик, все эти подарочки. И, конечно, стала постепенно вникать в тонкости, и, естественно, мне захотелось ее немножечко переделать. Сначала я всю гирлянду отпорола, отпорола трейжерсы, вот, нашла ниточку вот эту вот, которая снята в производстве, не снята, так до конца не знаю, но она такая достаточно редкая, крейник 042, 16 номер, вот, она для гирлянды используется. И, естественно, после того, как я нашла то, что сейчас дальше покажу вам, то, естественно, мне очень захотелось эту елку переотшить на равномерке, которая близка к ключу. Естественно, все захотелось абсолютно сделать по ключу, вот, поэтому решила сделать видео уже к двум проектам. Итак, у нас елочка, на которую требуется довольно много материалов, довольно много украшений. И, естественно, вот эта вот коробочка с крейником, это все, что надо вот на елочку и на второй проект. Ладно, сейчас сначала покажу, что из-за второй проект, как-нибудь будет проще. Так, елочка, а, купила, конечно, я эти журналы, вот, нашла их, мне они с ebay достались, достаточно по большой цене, я считаю, причем они у меня достались с комплектом еще кучи всяких журнальчиков, и по весу у меня посылочка получилась тяжеловата, то есть золотой такой журнал. Вот, это елочка, и тут схемка на развороте. Я думаю, всем очень интересно было бы посмотреть этот журнальчик, наверное, его лучше сделать обзор отдельно. Вот, так, тут требуется у нас основа, основа голубая, кошель 28-го каунта, 562-й номер. Вот, взяла сразу 50 на 70 размером, потому что мне нужно на два проекта. Очень нежный голубой цвет. Сейчас уже, конечно, у меня искусственное освещение, хоть и белый свет, но, может быть, немножко цвета уже будут искажаться. Ну, это популярный дизайн и, в принципе, популярная основа для этого дизайна, так как по ключу этой основы уже нет. Я на ebay ее искала, в котором там написано, даже я задала номер, точнее, цвет основы, вот тут написано Little Boy Blue, вот, тоже от Swigard. Вот, ну, не знаю, как она выглядит, но даже на ebay мне, вот, когда искала эту основу, выдавал именно этот оттенок. То есть, видимо, их вообще нигде нету, может быть, это оно и есть, даже не могу сказать. Так, ниточки, ниточки тут у нас. Такая палитра Dimsy, вся она такая сиренево-розово-персиковая, с небольшими элементами салатового, и вот голубенькая ниточка есть. Здесь не все ниточки, конечно, у меня что-то есть уже на бобинках намотанное, тем более много чего осталось еще от той елочки. Но я покупала заново по нескольку мотков, потому что хочется избежать, если, не дай бог, из разных партий эти нитки будут, и будет очень сильно видны переходы. Потому что вот с этим цветом была у меня такая ситуация, что в прошлой елке он был какой-то вообще совершенно более персиковый, совершенно другой оттенок. Вот, уже хотелось, чтобы для этой елки все было так, как надо. Вот, сама сказала, что сейчас вам покажу про второй проект, расскажу, потом уже перед этим материалом заболталась. Итак, второй проект это саночки от Sandra Paradise, которые тоже называются Crystal Slates, которые идеально просто под эту елку. Это, я не знаю, это непередаваемый восторг, когда я просто в комплекте с этим журналом заказала остальные журналы, которые шли из этой серии, и увидела просто листа, я думаю, ну ладно, говорю, купила стопку журналов, надо на досуге их полистать, почитать. Думаю, может какие-то еще дизайны интересные будут. И когда я перелистываю страницу и увидела эти сани, наверное, обрекуют немножко, вот. И сначала смотрю, цветовая гамма, похожая на елку. Далее смотрю, вижу подарки такие же, как на елке, розочки. Вот, даже я название уже не читала, потому что у меня мой мозг был затуманен. Вот, и когда я увидела, я поняла, что зачем я буду переделывать свою елку, как бы доделывать на той основе, которая есть. Если я вышью эти сани уже по ключу, и они у меня уже не будут под ту елку подходить. Решила я сделать еще двойную работу, вышить эту елку заново и вышить эти сани. Но сани я думаю, что я буду вышивать в первую очередь, так как удовольствие от елки я уже свою очередь уже в свое время получила. Вот, и с сани я даже не могла не говорить ничего. Муж, наверное, думал, что я схожу с ума потихоньку, потому что не мог понять, от чего я тут танцую по квартире. Вот, они, конечно, очень красивые. Тут крупнее есть элементы. Тут вот такой веночек есть с бантиком, с бисером. Вот елочка. Причем называется, что эти стежки Crazy Stitch, то есть сумасшедшие такие стежки. Ну, правильно, они хаотичные. Вот. Причем вот эти вот стежки у меня сначала бэк на елочке был сделан, а иголочки, именно вот такими же розовенькими ниточками. Вот, но я это все распорола, потому что мне купила уже крейник. Вот, ну, зря, наверное, распорола, надо будет у елку оставлять такую, как она есть. Потом идут гирлянды. Вот они вот здесь на санях, на верхних. Вот, идут. Тут поближе сейчас покажу подарочки. Также тут используются в подарочках ленточки макубо-японские. Вот. И, конечно, просто восторг непередаваемый. Тут вот они, саночки эти. Ой, какая красота. У меня даже сейчас слов не хватает, чтобы выразить всю эту радость. Вот. И так, значит, для этих саночек нужно, в принципе, материалы DMC, крейник. Все то же самое, что и на елочку. Вот. Вот эти вот ниточки. Замечательные. Так, я так поняла, что блендинг только на елочку. Вот этот вот розовенький. Все остальное четвертый номер. И вот эта вот ниточка 16 номера 042. Все остальное идут четвертый. Вот эта нитка под вопросом. Даже сначала не поняла, для чего я ее заказала. Где-то я ее здесь нашла, но сегодня перебирала. Так и не могла найти, куда она мне нужна. Вот, наверное, вот на нижней санке тут цвет фуксия. Нет, не фуксия. А, сапфир. Вот. Наверное, я их все-таки где-то нашла тут в ключе. Вот что вот. Буду их использовать. Так, нужны бисер. Как на елочку. Ну, тут заказаны, естественно, и на елочку. На этот. Коробочки, не обращайте внимания, они у меня просто пересыпаны уже. Заказывала я их Росу, пьют от бисера. Вот. Номерочки подписаны, но коробочки я взяла от того, что уже было. В принципе, тут у меня по целой коробочке бисера получилось. Вот четыре цвета бисера. Два таких. Сиреневый, сиреневенький такой, голубой, розовенький и больше молочный. Вот. Ленточки Макуба. Вот они у меня. Три цвета. Салатовый, голубой и розовый. Естественно, они мне потребуются и на сани, и на елочку. Ну, кстати, салатовый, который в реальности. Салатовый вот здесь вот в отшиве. В журнале. Ну, такой сильно отличается. Я думаю, что просто это уже либо со временем они цвет поменяли, как бы сами производители, либо просто здесь фотография так передают. Но сама фотография, она такой оттенок имеет сиреневатый. То есть, как бы основа голубого, да, цвета и основа, которая здесь, в принципе, различные. Так, трежерсы. Сейчас сложила их вот тут в коробочку, чтобы они были, так как они у меня уже все без коробочек, без родных. Вот это вот звездочка для елочки от Сваровски. Поближе покажу. Тут сердечки различные. Конфетки, кристаллики, розочка. Раскладываю, раскладываю, все уже опять поразъехалось. Розочка, снежинка. Где-то тут вот сердечки. Снежинки. Металлические снежинки, милхил. Все, у меня уже. Да, вот кошка. Кошка, это была отдельная ситуация. У меня очень хотелось эту кошку. В результате приезжает эта кошка. Меньше, чем даже я представляла себе. Маленькая. Такая вся прям миниатюрненькая. Вот. Но это, конечно, не конечный вариант. Думаю, еще трежерсов докуплю. Вот так как там, где я заказывала все материалы, в наличии не было нужных. Розочка. Металлические шармики, вот кроме вот этих вот от милхил, белых крашеных, я вешать не буду, потому что их в замену искать трудно. Да и мне кажется, они особо-то и не нужны. Мне больше нравится, когда он все переливается. Так. Вот. Бисер я пришиваю вот такими ниточками гамма. Не знаю, давно уже их купила. У них уже очень надолго хватает. В принципе, меня устраивает. Держится крепко. Тут он 250 метров. На 12 миллиметров. У меня они, конечно, всем-всем устраивают и радуют. Санночка. Давайте сейчас попытаюсь поближе показать все сани. Розочки. Только единственное, что мне не очень нравятся вот эти вот снежинки. Мне кажется, они какие-то, не знаю, недоделанные. Может быть, их как-то больше с бисером надо сделать. Посмотрю. Может быть, действительно, заменю вот эти вот французские узелки на бисер. Какие-то, не знаю, недоделанные они. Вот. Все остальное вроде так. Вот, кстати, по поводу этой ленточки, которая вот здесь вот на веночке. Сейчас покажу. Вот. Вот эту ленточку. Так. Судя по цвету, это не розовая лента. Это какая-то сиреневая лента. Вот. Ее надо будет отдельно тоже докупить. Ну, не знаю, даже макуба это или что-то другое. Вот. Я пока хотела собрать все материалы, чтобы отшить эти сани, потому что я даже спать не могла лечь, пока я не заказала все материалы необходимые. Вот. Мне не давало этого покоя. Так что вот. А, кстати, на сани еще требуется две снежинки. Вот эту снежинку маленькую я купила. Большой снежинки в наличии не было. Поэтому буду ее в другом где-то магазинчике заказывать. Вот. Так что. С нетерпением буду ждать вечера, когда я уложу ребенка. Может быть, начну уже натягивать основу. И хотя бы несколько крестиков надо сделать, потому что это очень... Такие долгожданные сани, которых нигде не видела. Так что, если у кого-то есть отшивы уже этих саночек, вот, буду рада в комментариях увидеть ссылки на ваши отшивы. Вот. Или в инстаграме Надюшка Кросс Тич с нижними подчеркиваниями. Вот. Можете поделиться своей радостью, своими отшивами. Так. И еще добавлю то, что для этих трех саночек, да, нужны ниточки. Сначала я их по ключу не увидела. Вот. Пристоит дозаказывать. Это крейник фасец, который используется как выкладная нить. Они есть на каждых саночках, но вот как раз разных цветов, да. Вот сапфир и серебряный, да, вот мне довольно-таки несложно было найти. Конечно, в магазинах не во всех, где есть крейник, есть эти ниточки. Но, в принципе, и в России они есть, и на сайте крейника они есть. Вот. На многих. А вот этот цвет, голубой, скайблю, вот его надо было мне поискать. Нашла я его только на ebay, в одном месте, в единственном экземпляре. Конечно, их сразу же, вот эту ниточку заказала, вот эту голубенькую. Вот. Она, видимо, уже с метаз производства. Так, на сайте крейника я ее во всех других разделах, ниточках увидела. А вот именно вот эти вот ниточки, да, фасет, их нету. Именно вот этого цвета. Даже по таблице посмотрела, да, вот действительно их нет. Видимо, как бы, то, что у нас нетаз производства или нет, я не нашла. Но вот факт остается фактом, что найти ее было не так легко. Это, я говорю, видимо, везение, то, что я ее нашла. Вот. Она, выкладная нить идет вот здесь вот голубая пасаночка. Потом серебряная нить вот здесь вот такой завиточек. Очень красивенький. И вот тут идет обрамление усанок тоже синенькой сапфировой ниточкой. Очень люблю сапфировый цвет. Вот этот вот. Вообще, мне тут и камень сапфир нравится, да, вот эта нитка прям очень красивая. Даже на... Сейчас специально снимаю под искусственным освещением, чтобы было видно, как они переливаются. Потому что при дневном свете мне кажется, все равно немножечко не так. Прямо все искрится. Очень красиво. Думаю, что вот эти нитки можно найти применение даже в каких-то елочных игрушках или еще где-то, да, вот даже либо петельку сделать, либо как рамочку, еще что-то, бантик. Да, вообще, миллион применений такой нитки. Для себя я ее открыла, потому что раньше я эту ниточку не встречала. Она выглядит, как бисер нанизанный на нитку. То есть она вообще вот очень шикарная. Вот. Тут вот видно, что небольшое расхождение, да, это можно прям взять за основу, подтянуть, вот видите, она вот так вот вытягивается. Ее также можно стянуть, то есть она будет поплотнее или пореже. Вот эта блестящая металлизированная ниточка. Вот. Синенькая ниточка также. Вот. И вот голубенькая. Так что, очень красивые ниточки. В принципе, будем смотреть на результат. Для меня долго головной болью было, как такую толстую колбасу можно протянуть. Потому что для сравнения покажу. Вот сапфировая, я купила ниточку-четверку. 0,51, да, хайластер. Специально, чтобы закрепить эту ниточку. И вот если сравнить, то четверочка, это прям такой-то тонюсенький волосочек по сравнению с этой ниткой. И я очень долго думаю, что ладно, выкладную нить-то можно сделать, все, она шикарная. Но как вот этот хвост запихать на обратную сторону равномерки, тем более там, где уже есть крестики вышиты, это было для меня тайно. Но я попробовала все нормально, все убирается. Вот, поэтому будем отшивать, будем перетягивать эту нитку. Вот, и у меня, конечно, до сих пор остается вопрос, делать ли эти снежинки снежинками или заменить мелхиловскими, как на елочке. Но что-то мне подсказывает, что раз уж здесь по схеме идут эти снежинки, раз они как бы задуманы, то, наверное, все-таки я все-таки оставлю эти снежинки. Там они пополняются грейником, тут фрузелки есть, но вот снежиночки получат довольно-таки неплохие. Но попробую, если не понравится, всегда можно заменить. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, хороших вам отшивок, ровных вам крестиков, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова